Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь и это продолжение нашей карьеры за Барселону. Итак, сегодня у нас три интересных матча. Матч в чемпионате против Гранады. Мы его сыграем первым, скорее всего, составом, потому что у нас через пару дней игра против Рассинга, наверное, правильно, Рассинг читаете, или Рейсинг, напишите в комментариях, как правильно. Это, я так понимаю, ну это кубок, сейчас скажу, какая вообще стадия, наверное, одна восьмая, шестнадцатая, кстати. Одна шестнадцатая кубка Испании, ну и потом у нас через пару дней игра с Валенсией, которую мы две недели назад играли в финале матча за суперкубок Испании. Мы их победили, но все равно первым составом все-таки мы с ними сыграем. Так что, вот, доиграем мы весь месяц январь сегодня, ну и также у нас Леопорте дисквалифицируем, мы его сейчас заменим на один матч. Так, что там автоматически было, да, сейчас замена? Так, исправим лучше самостоятельно сейчас возьмем. А почему бы и не дать шанс Тоди Бо? Я думаю, можно на один матч взять его с собой. Думаю, он не сильно помешает даже нам наоборот дать шанс. Хоть и матч важный, но все равно связка должна быть такая хорошая, Тоди Бо Пике, но мы на домашнем стадионе, у нас пасмурно. Поехали. Итак, замечательный наш домашний стадион Камп Ноу принимает Гранаду и очередной тур чемпионата Испании. Высокая плотность на вершине нашей турнирной таблицы. Мы, конечно, с лидерством минимальным идем, так что нельзя ни в коем случае нам терять очки в чемпионате. Поехали. Гризман на Жезуса. И Жезус здесь бы пробить. И Жезус 1-0. Открывает счет Бразилиц на 27-й минуте. Просто замечательно, мне кажется, замена была Суаресу на будущее, так сказать. Потому что, мне кажется, Жезус сейчас играл бы наравне с Суаресом. Если бы не покупали даже Жезуса, то Суарес практически бы столько забивал. Но для Суареса это, как сказать, стабильный сезон. Для Жезуса, может быть, чуть даже лучше выйдет. В конце мы это посмотрим. Но у Суареса бы, естественно, повышался только возраст. Рейтинг бы понижался. У Жезуса, конечно, тоже повышается возраст. Но от этого ничуть не хуже для его рейтинга. Потому что он набирает уверенности с каждым забитым мячом. Хорошо, Канте. На Жезуса. И Жезус 2-0. 2-0. И Жезус, я уже думал, сейчас он просто либо офсайд у Жезуса, либо он не точно пробьет. Но замечательная передача Канте без офсайда. И Жезус забивает дубль в сегодняшнем матче. Ликует трибуна. Вот здесь Гризман на Канте. Канте на Жезус. И тот в касании с такого, кстати, угла. Но все равно большой угол. Тем более правая нога хорошо сейчас рядом была. Так что интересно подкрутил. И забивает свой уже десятый гол в сезоне. Хорошая передача у нас Жезуса, который мчится забивать хэт-трик и забивает. Три мяча забивает Габриэль Жезус в матче против Гранады. Просто замечательный матч сейчас выдался. Поздравляем с таким достижением Жезуса. Но это замечательно. Как только я говорил после первого гола Жезуса, что практически такой бы и сезон бы выдавал Суарес. Может быть, я и ошибаюсь. Но в каждом матче бы забивал бы, даже если бы Суарес. Все равно у Жезуса очень много мячей. Он много забивает. Тем более, я не знаю, какой это его хэт-трик уже на счету. Но все равно все супер. Для Жезуса это одиннадцатый мяч в чемпионате Испании в этом сезоне. И Канте забивает свой дебютный гол за Барселону. Вот так, через три минуты буквально гола Канте. Благодарит, наверное, нас, как тренера главного, так и болельщиков за эту поддержку. Действительно, Канте просто нельзя сказать, что он плохой игрок. Он замечательный сейчас с левой ноги пробил в дальний угол, забил. Так что для него это дебютный гол за Барсу. Голоккиперу было тяжело достать. Так что на гола Канте мы поздравляем его с первым забитым мячом в чемпионате Испании. Разгромная победа Барселона над Гранадой. 4-0. Забивали сегодня хэт-трик Габриэль Жезус. Сейчас знаем, сколько ударов нанес. Да, три удара, три гола. Замечательная стопроцентная статистика. Ну и один гол забил дебютный на гола Канте. Естественно, Жезус лучший игрок матча. 10-0 у него оценка. 5 ударов нам постребовалось, чтобы забить 4 мяча. Это замечательно. Итак, Жезус оформил хэт-трик. Это его прекрасная игра. Действительно, Барселона не проигрывает уже 20 матчей подряд. Это замечательно. Гранада аутсайдер. Действительно. Все. На этом у нас следующий матч. Это уже Кубок Испании против Рейсинга. Дискалификация у Ляпорта окончена. Ну и Семен Дорат, сколько он играет. Это хорошо. Итак, проводим мы тренировку перед матчем с Рейсингом. Ну и вот Фирпа перехвата только прокачал. Что у нас там сейчас по транссерам? Канте, Карвахаль, Гюндаган. Пока что вроде так и остались. Вот Коста переходит в Баруси Дорнанд. Вот Кин в МЮ. И Лопес переходит в Норвич Сити. Ну и так последний. Вот транссерам. Давайте до матча прям просимулируем. В Тадибо, кстати, предложение по аренде, я так понимаю. Да, он у нас выставлен, кстати, так что, наверное, руководство Лейпцига, агентов, скаутов позвали на этот матч против Гранады. Прям как знали, что у нас будет играть Тадибо. Ну вот, прекрасная игра на ноль. Мы его даже можем на два года вам отдать, все равно я не буду играть эти два года. Вашу, пожалуй, пользу. 60 на 40 в пользу Лейпцига. В аренду на два года. Он вроде в Шальке был в аренде, так что в Германии неплохо бы ему перейти снова. Еще одно предложение. Здесь уже Уэстхэм. Ну, прям сейчас. Начали предлагать клубы. Может быть, это действительно вот такая тактика. Мне надо, когда кого-нибудь сдавать в аренду, надо просто дать один матч сыграть. Как они сыграют, отсюда и будут следить два года. Снова мы предложим Уэстхэму. Ну и 60 на 40. Все так же предлагаем. Так, ну, Лейпциг вообще-то согласился. Вот и вы, давайте. Не крутите носом, тоже соглашайтесь. Все. Ну, 20 лет он играет на ЦЗшники и на ЦОПники. Француз, тем более нация такая замечательная для молодых и перспективных игроков. И тут еще и Серджи Роберто. Хотят купить в Ливерпуль, но на Серхи Роберто играет правозащитника во втором составе. Ну, так же Валенция предлагала раньше. Ну, тут на миллиончик. Примерно так побольше предложил Ливерпуль. Смотрим по трансферам. Карвахаль, Канте и Юндаган. Здесь Талиофику переходит в Милан. Сельки в Уверхэмптон. И Аугустинсон в Севилью. Ну, вот с пополнением в Испанской Лиге. Вот он наш состав на матч против Рейсинга. Выездной, тем более. 1,16 кубка Испании. Мы готовы. Ляпорта, тем более, тоже. Теперь вот смотрите, что это за баг. Почему только Гетри поменялись? Тут обязательно надо вот так вот все это. Ладно. Вот она расстановка. Дождь на стадионе. Поехали. Итак, замечательный стадион. Рейсинга. Домашний Реал Рейсинг Клаб. Как мы видим, написано. Мы готовы. 1,16. Это наш, вроде как, первый матч в Кубке Испании. Начинается он вот так вот. Наверное, я понимаю, с января. Первые туры там были сыграны. Кубка Испании. С командами 2-го еще с начала дивизиона. Ну вот. Теперь уже Рейсинг дошел до 1,16. Так что мы уже готовы здесь. Нам надо выигрывать еще и Кубок Испании. И Миранчоук. Это 1-0. Голевая от Федора Чалова. 20-я минута. Барселона выиграет 1-0. Рейсинг в Кубке Испании. Первый матч. Выездной 1,16. Замечательно. Ну вот я и подписал его. Так что он играет за нас сейчас. И забивает дубль. 28-я минута. Но, ну действительно, уровень у него вот для только второго, наверное, состава Барселоны. Как сейчас вот. У меня, я всегда во всех карьерах делаю два состава. Надеюсь, многие из вас также играют в карьерки. На всякий случай, чтобы было вот два состава. Чтобы можно было ротировать. Получает опыт у меня от этого оба состава. Не надо говорить, что вот я только первый. Первым я играю, да, против серьезных соперников. Вторым я играю против тех, кого я уверен, что второй с легкостью их обыграет. Вот. Либо будет прям жестокая борьба со вторым против... Вторым составом против других команд. Такое тоже иногда бывает. Иногда и проигрываем. Но это стоит того, чтобы хотя бы опыта набирался второй состав. Федор Чалов. И это 3-0. Разгром на 36-й минуте. Еще и Федор Чалов замечательным дальним ударом. Забивает и делает счет разгромным. В Кубке Испании это для нас первый матч. Вот обидно за рейсинг. Что вот они дошли до 1-16. И вот так вот теряют сейчас свои позиции. К сожалению, вылетят они из Кубка Испании в этом сезоне. Замечательный Чалов. Пробил. Почти достал голкипер. Хороший гол. Все замечательно. Каутиньо замечательный сейчас обыгрывает защитника. Опа. Тут уже и пенальти. Устное предупреждение. Но действительно здесь ничего такого и не будет. Потому что ну зачем уже топить команду еще и удалением. Каутиньо здесь замечательное. Я не хотел, чтобы было так пенальти. Но естественно мяч пробрасывал вот так вот именно. На финте. Подходит к мячу Дембеле. У него 75. Давайте я дам все-таки Алексею Миранчуку забить этот пенальти. Пусть у парня будет хэтрик. И забивает Миранчук. Три мяча за Барселону в Кубке Испании против рейсинга. Замечательно. И вот так вот кричит он теперь. Вы не верили в меня. А я забил хэтрик. Да, мы дали ему эту возможность. Даже если он бы не забил, бы ничего страшного. Может быть с игры бы получилось. Потому что пенальти при счете 3-0 можно дать даже и вратарю. А он хорошо по читерски нашей тактикой забивает Паненкой в левый верхний угол. И это три мяча. В одном матче забивает Миранчук Началова. Началов штрафной. И левой ногой в ближний угол забивает Зидану 5-0. 5-0. Дубль Чалова. Это супер. Это хорошо. Пять мячей забивают русские игроки сегодня у нас. Ну вот серьезно. Наверное все-таки Зидан Старший сказал Люке, будешь играть в футбол. Он сказал, ну а почему бы и нет. И поставил его в рамку. Тем более еще и сам Зинедин подписывал Люку к себе в Реал. Но сейчас он вроде как в аренде играет. Поэтому, ну вот это тоже странно. Зачем было подписывать молодого такого вратаря. Тем более понимая, что он даже вот в рейсинге за вторую лигу выступает. И пропускает пять мячей. Я понимаю, что это Барселона все-таки. Но сам факт. И все свистит арбитр. Это победа Барселоны. Очень крупная 5-0. Хэт-трик забивали Миранчук. И дубль также забил Федор Чалов. Пять ударов нанес Миранчук для того, чтобы забить свой хэт-трик. Но вроде он три удара нанес. К тому же просто это пошли, так сказать, в никуда. Восемь ударов, восемь в створ у нас. Пять залетело. Миранчук лучший игрок. Замечательно. Итак, поздравляем с победительной победой. Спасибо. Миранчук, хэт-трик. Прекрасная игра его. Мы можем играть еще лучше. Но действительно. Куда еще лучше, если 5-0? Это прям супер. Для нас 89 у нас. Я так понимаю, это повышение в рейтинге у нас. Смене в расписание. Наверное, на кубок перенесли. НТТ хочет чаще играть. Так он и играл. Он же сейчас вот играл. Не знаю, почему он так категорично против нас сейчас так говорит. Мне нужно чаще прям играть. Тадибо. Предложение от Лейпцига сорвалось. Так что мы будем ждать, как он отнесется к предложению от Вестхама. И у нас будет играть сейчас второй состав. Тадибо, к сожалению, ты сегодня вот уже не сыграешь. Будет играть Ля Порте. Мы идем на пресс-конференцию предматчу. Матч действительно важный для нас. Можем и потерять очки, но и набрать. Неймар в хорошей форме. Так, Валентия поднимается. Сможет догнать вас. Пусть победит сильнейший. Вот так вот скажем. Прошлый матч закончится ничьей 1-1. Но, значит, сегодня мы должны побеждать. Должны брать реванш. Мы все-таки в Суперкубке взяли реванш, можно так сказать. Валентия сейчас именно такая команда. Вот с первого по четвертое место. Вот именно эти четыре команды. Барс, Атлетик, Реал и Валентия. Которые действительно до сих пор борются за чемпионство. В Вильяреал, там Хитафи. Вот уже пятая-шестая строчка. Посмотрите, у них отрыв в 6 очков до Валентии сейчас. У нас идет 6 очков до Валентии. Так что 12 очков. Нет, у нас даже... Почему это? Как-то посчитал. Неправильно. У Валентии до Вильяреала 14 даже очков лидерства. То есть у нас 20 очков преимущественно над Вильяреалом. Там Хитафи, кто-то еще ниже идет. Значит, еще больше. Именно сейчас Барс, Атлетик, Реал и Валентия будут выяснять между собой отношения. Так что нужно именно в этих матчах нам побеждать. Реал мы обыгрывали. Атлетико мы разнесли в пух и прах. Осталось только вот Валентию сейчас добить. Чтобы она отпала от этой чемпионской гонки. И также увеличивать нам надо отрыв от Атлетики и Реала, которые идут в одном всего лишь очке от нас. Играем в гостях. Мы также играли в гостях в матче за Суперкубок Испании. Пасмурно. Поехали. Итак, разминаются игроки Валентии. Действительно для них это очень важный матч. Отставание, как я и сказал, в 6 очков до Барса у них. Так что это матч практически за попадание в тройку будет, наверное. Если они, конечно, сейчас обыграют, будут пытаться еще. В надежде на то, что Реал или Атлетико потеряют очки. Но мы этот стадион помнили. Мы обыграли здесь Валентию 2 недели назад. Со счетом 2-0. Правда, было удаление Ляпорте. Который выходит сегодня на поле. Он готов. Жезу забил в прошлом матче дубль. Гризман. Неймар хорошо сейчас. И на Гризмана вот сейчас. 1-0. Барселона забивает на 13-м минуте. И снова забивает, между прочим, Гризман против серьезных соперников. Атлетика тогда тоже так начиналась. 4 мяча вроде забил тогда Гризман. Либо 3. Вроде 4. Все ничего не путаю. Хорошо сыграл Сильцин. За нас практически, можно сказать. Потерял позицию. Сегодня мы пока что вообще не пропускаем. У нас крупные победы. 4-0. В чемпионате 5-0. В кубке. И вот Гризман забивает седьмой мяч. Может быть. Сегодня у нас тоже будет разгром. 3-0. Я бы был доволен. Хорошо сыграл Гризман. Это шанс сейчас для Жезуса убегать. Просто. Ну и Жезус забивает здесь на спокойствие. Второй мяч Барси. Это его очередной мяч в сегодняшнем выпуске. Это для него уже четвертый. Забил хэтрик Гранади. И вот один мяч все-таки все равно забивает. Валенсии 2-0. Третий мяч, можно сказать, подряд забивает. Во втором уже матче подряд забивает Джезус против Валенсии. Уже три мяча пока что забил. Не помню, кто в первом матче забивал на Комп Ноу. Но вот две недели назад Джезус оформил дубль. В этом матче пока что только забил один. Это его уже 12-й гол. И все, заканчивается матч. Снова уверенная победа. Причем наша третья уже победа в сегодняшнем выпуске. И третья сухая победа за выпуск. Но это замечательно. Три из трех победы. Три из трех матча в сухую. Гризман лучший игрок. Но неплохо, кстати, било Валенсия. Итак, Неймар находится в прекрасной форме. Действительно. Барселона не проигрывает уже 21 игру в чемпионате. И по сравнению с победой у нас было желание. Но действительно. Мы практически, можно сказать, так выбили из чемпионской гонки сейчас. Опа. Ну что. Наверное, все-таки будем играть против Абьеда. Раз поставили нам матч. Наверное, все-таки сыграем. Четвертый матч. Закончим, так сказать, январь уж точно. Ушел Тодибо у нас в аренду Уэстхэм. Поэтому сейчас будем Акиеме, Чуми, Де Йонг. Или все-таки, нет, давайте Миранчука покачаем. Он у нас вообще не стоит на никакой тренировке. Пусть Чалов тогда и Миранчук вместе вот так качают. Скорость рывка у Дембеля уже 97. Ну, просто невероятно. Итак, что у нас под трансером? Мартинес. Вот как раз я думал, давно ли он перешел в Валенсию. Только что в это трансерное окно. За 48 миллионов перешел. Ну, и здесь какие-то вот зарачи, например, из аргентинского клуба перешел в Наполи. Поздравляем. Йоветич перешел в Фрейбург. Ну, и что там еще у нас по трансерам? Ли из Валенсии сдан в аренду в Самбдорию. Ну, удачи ему мы там пожелаем. Прекрасно, говорит, в форме находится Каутиньо. Он и будет играть со вторым составом. Я надеюсь, матча нам больше никакого не поставят. Мы сыграем сейчас действительно вторым составом. Потому что, ну, против Авьеда. Что, думаю, проблем у нас никаких не будет. Поехали. Играем мы снова в гостях. И уже снегопад на стадионе Европа. Поехали. Итак, разминаются игроки Авьеда. Нам очень, практически, можно сказать, везет с Жеребьевкой. Дошли мы уже до четвертьфинала. Это я уже сразу говорю, потому что мы разнесем сейчас Авьеда. Наш четвертый матч внеплановый. Так как вот появился он. Я сказал, что мы все-таки доиграем январь. И вот тут вот появился еще одна стадия Кубка Испании. Думал, почему бы и не пройти, раз матч появился. Кстати, вот говорят про Миранчука. Фокус на нем именно. Наверное, по прошлой игре в Кубке Испании. Чалов разворачивается. Пробивает это 1-0. Голевая от Миранчука, между прочим. Три мяча. Так что сейчас уже Чалов сравнялся с Миранчуком по голам в Кубке Испании. Но Миранчук не остался где-нибудь там в стороне. Молочком он отдал голевую. Во-первых, хорошо здесь вот развернулся. Чалов пробил левой ногой. Голкипер, наверное, из-за снега, из-за этого снегопада не увидел мяч. Хотя, странно не увидеть. Все-таки он там желтоватый. Все забивает. Чалов третий мяч в Кубке Испании. Дембеле, хорошо. И Артур делает счет 2-0. Хорошо раскатали. 37-я минута. Барса выигрывает 2-0. Вроде как в это время, в 1-16 мы уже забили три мяча. Но 2-0 тоже замечательно. Есть еще у нас время до перерыва. Чтобы сделать более уверенную игру нашу во втором тайме. Ну и для Артура это первый гол в Кубке Испании. Неплохо. Миранчук. Артур на Каутиньо. Замечательно. Каутиньо раскручивает удар. И это 3-0. Это разгром. Это замечательно. У нас снова мы забиваем три мяча. Получается, мы забили в первом матче 4. Во втором 5. Здесь против Валентии два мяча. Ну что, так и закончим, наверное, на 3-0. Чтобы вот 2-3-4-5. Такие счета у нас были. Может быть и побольше. Сейчас забьем, посмотрим. Алексей Миранчук. Штрафной. На Дембеле. И Дембеле делает счет 4-0. Это вторая уже голевая в матче от Алексея Миранчука. Хотя почему-то Дайон побежал к Дембеле. Странно. Вот здесь хорошо. Миранчук. Как он сейчас вообще сыграл? Еще и замечательно Дембеле так постелил этот мяч. Это первый гол Усмана. 4-0. Снова 4-0. Разгром. Прямо как в матче против Гранады. Повторили мы просто счет. Забивали сегодня Чалов. Дембеле. Две голевые от Вачалов. Артур. Каутиньо Дембеле. Две голевые вроде как Адал Миранчук. Артур лучший игрок. Ни одного удара вообще в створ не нанес Овьеда. У нас 7 ударов в створ. Поздравляем снова с одной очередной победой. Крупной тем более. Нужно было забивать еще, скажем. Мы просто играли в свою игру. Согнали вообще не видел. Все. Каутиньо там ценит. Деон говорит нам спасибо. Но у нас все. Сейчас у нас чемпионат все так же. Лидерство на 1 очко всего лишь. Тут я смотрю. Данила в аренду в Леванте сдан. Барбона в Малерку. И Масьелло Вейбар. Новый. Так у нас Канте, Карвахаль, Мартинес. Вот они. Топ-3 сделок, которые крутятся возле испанского футбола. 92 у нас уже рейтинга. Пике в Лейпциг. Не получилось у них это Дебо взять в аренду. Они хотят теперь Пике. Нетушки. А я сейчас, друзья, все-таки посмотрю. Мне просто это интересно. Нет, все-таки вот, да. Обидно было. Вот сейчас вы посмотрите. Если мы бы сыграли бы в прошлом выпуске против Испаньола бы в сухую. Победили бы даже бы 1-0. То мы бы все бы вот эти вот матчи. А здесь 4, там 3. За 7 матчей мы бы просто выигрывали бы только в сухую. Потому что мы против Реала сыграли в сухую. Против Валентия сыграли в сухую. Гранаду разгромили. Здесь тоже в сухую. Все. Просто в сегодняшнем выпуске 4 матча. На данный момент 6 матчей подряд мы выигрываем в сухую. Это хорошо. Причем мы не просто играем на сухо. Мы еще и забиваем много. Ливерпуль Хлута Леннона покупает. Зачем он им? Тем более даже меньше миллиона стоит. Бенталеп из Вотфорд. Вотфорд переходит из Шальки. Хорди Альбу в Реал. Вы хотите, чтобы его вообще вся Испания освистывала. Его и так Валенсия освистывает. Канте. Но это главная сделка будет. Гудмансон переходит в Кёльн. Удачи ему там пожелаем. Варда в аренду переходит в Ваукер. Французский чемпионат. Не знаю только откуда, наверное, шведская. Лоботика переходит из Сельты в Ньюкасл. Артур в Челси за 81 миллион. Так, а это да. Это отступные выплачивают. Я думаю, когда он успел с Реалом согласиться. Все, я вспомнил немного передернуло. Из Лептиков Ганновер приходит ему в Ого. И все. На этом мы заканчиваем наше трансферное окно. У нас сразу же игра против Леванты первого числа. Ну и давайте, друзья, также подведем итоги месяца. На данный момент все-таки новый месяц. В чемпионате у нас лидерство пока что на одно очко. Так что нас может догнать как Атлетик, так и Реал. Вот такие вот тут дела. Суперкубок это 2-0 мы победили здесь Валентию. В четверть финальных встречаемся против Бетиса. Эспаньола против Валериала. Валентия против Атлетика. Севилья против Реала. Интересно. Предсезонный нам неинтересно. Ливерпуль 4-1 Челси. Здесь все так же пока что еще ни одного матча сыграно в 1-8. Но скоро будет против Наполе у нас игра. Так понимаю, первый в гостях. Ну и в Лиге Европы тоже пока что ничего еще не сыграно. Спасибо вам большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. С вами был Андрей и канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok